Украина. Праздник непослушания. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования специально для Украина.ру за 24 июля 2020 года. На Украине начался террористический бум. Минируют урны, вокзалы и киоски в Киеве, Харькове, Одессе. Кое-где даже что-то взрывается, но пока без жертв. Захватывают заложников в Луцке и Полтаве. За одну неделю больше десятка случаев по всей стране. При этом на гранаты, расшвыриваемые, потерявшими адекватность героями и киборгами по ресторанам и дискотекам, а также на перестрелки местного значения, заменившие собой ритуальные драки по бертатной поселковой молодежи, никто давно не обращает внимания. То есть, десяток, полтора случаев – это только чистый терроризм. Если бы в статистику были включены все бытовые разборки с оружием, рейдерские захваты и случайные инциденты, лента новостей с Украины состояла бы из одних выстрелов и взрывов. Впрочем, последние шесть лет так было всегда. Бытовые перестрелки, вооруженные пьяные разборки и рейдерские захваты с задействованием с обеих сторон сил численностью от роты до батальона действительно стали украинской обыденностью, на которую никто не обращает внимания. Случаи, квалифицируемые как терроризм, случались редко. И то, в основном, то были провокации СБУ, направленные против активистов антимайдана. Сейчас прорвало именно плотину террора. Политики, власти и народ отнеслись к этому событию с одинаковым равнодушием. Лет 30 назад гастроли цирка на Цветном бульваре вызывали у киевлян больший ажиотаж, чем сегодня полдесятка состоявшихся и предотвращенных взрывов. Политики же с экспертным сообществом и вовсе бросились обсуждать, был ли теракт в Луцке инсценировкой или все случилось по-взрослому. Обсуждение имеет отчетливую цель – неформально обвинить в инсценировке теракта политического оппонента, сделать так, чтобы у того и оправдываться вроде бы как оснований не было, но в памяти народная зарубка осталась. Два главных потенциальных инсценировщика – Зеленский и Аваков. Именно они смогли снять сливки с бескровного освобождения заложников в Луцке. Однако не следует забывать, что именно Зеленскому меньше всего нужна дестабилизация ситуации и демонстрация слабости власти, вынужденной удовлетворять прихоти террористов, ибо иначе не может с ними справиться. Аваков же и вовсе лично отвечает за поддержание порядка в стране. Можно, конечно, говорить, что террористы – это сфера деятельности СБУ, но народ в таких тонкостях разбираться не будет. Народ предъявит претензии министру полиции, давно объявившему себя гарантом безопасности и стабильности в стране и претендующему на некоторую харизматичность. Более того, как сказано выше, теракт в Луцке был лишь самым заметным, но далеко не единственным случаем за последнюю неделю-две. С предотвращением остальных у Зеленского и Авакова получается далеко не так хорошо. Так что ситуацию террористической опасности на Украине, с моей точки зрения, необходимо рассматривать комплексно. Понятно, что вся эта череда минирований, взрывов и захватов заложников не может быть случайным совпадением. Кто-то приступил к дестабилизации обстановки на Украине. Можно было бы традиционно грешить на американцев, но они слишком заняты своими проблемами, чтобы активно заниматься еще и украинскими делами. Без полноценного же вмешательства дестабилизация для них вредна, так как лишает Вашингтон даже видимости контроля над происходящим. Посольство, скорее всего, в курсе. Даже может делать вид, что все происходит при их одобрении, чтобы не ударить в грязь лицом, признавшись, что не в состоянии контролировать происходящие на Украине процессы и руководить ими. Но инициатива исходит не от американцев. Думаю, что главным инициатором дестабилизации стал Коломойский. Во-первых, он давно недоволен Зеленским, не вернувшим Игорю Валерьевичу приватбанк, а в последнее время и вовсе дистанцировавшимся от олигарха. Во-вторых, именно в интересах Коломойского публиковались так называемые пленки Деркача, которые, будучи формально заточены против Порошенко, на деле подрывали именно позиции Зеленского в стране и за рубежом. Пленки наносили удар по отношениям Зеленского с американскими демократами, а значит, с Соросом и Пинчуком, а также подрывали неформальный союз Зеленского и Порошенко в Раде, не давая президенту опереться на устойчивое большинство и вынуждая его к постоянному поиску ситуативных коалиций. В-третьих, ориентированные на Коломойского и его ситуативных союзников в СМИ и отдельные журналисты, активно вбрасывали идею. Порошенко готовит на осень переворот. Это в стиле Игоря Валерьевича, приписать другому то, что собираешься сделать сам. Заодно можно было дополнительно заложить бациллу недоверия в отношении Зеленский-Порошенко. Сам же Петр Алексеевич как раз планировал вернуться к власти при поддержке Зеленского, получив из его рук пуст премьера, блокируя эту возможность. Коломойский лишал Зеленского системной поддержки последней крупной финансово-политической группировки, которая была заинтересована в стабилизации режима Зеленского при условии превращения его в режим Порошенко-Зеленского при ведущей роли премьера Порошенко, который был бы кандидатом и на следующих президентских выборах. В-четвертых, именно Коломойский продолжает сотрудничество с Аваковым, без поддержки которого дестабилизация обстановки в стране невозможна. В последние недели, как раз с началом террористического бума, из близких к Коломойскому кругу стали распространяться слухи, что с Аваковым они разошлись, что тот сблизился с Зеленским и так далее. Но это тоже стиль Игоря Валерьевича. Запутать следы, дать оппонентам ложную информацию. Я не думаю, что Коломойский или Аваков лично планировали хоть один из забрушившихся на Украину терактов. Дело в том, что полиция обладает собственной криминальной разведкой, имеющей агентов в уголовном мире. Достаточно отдать устный, нигде не зафиксированный приказ, и агенты будут активированы, получив от куратора в команду действовать определенным образом. Дальше какие-то акции они могут оформлять самостоятельно, а на более опасные в темную подряжать психически неустойчивых знакомых. Таким образом, без всякого формального участия и даже без ведома Коломойского-Авакова о конкретных планируемых акциях можно в считанные дни накрыть одеялом террора всю страну. И следов никаких. Является ли стратегия Коломойского-Авакова выигрышной? Что ж, дестабилизировать Украину им, можно сказать, уже удалось. Оставить Зеленского без существенной поддержки и сформировать против него олигархический консенсус того же типа, что был в свое время сформирован против Порошенко, тоже получилось. Возможно, им даже удастся мирно или не мирно спихнуть нынешнюю власть и привести на ее место кого-то другого. Ну а что дальше? Они не только не могут предложить стране какую-то позитивную программу, но даже не в состоянии стабилизировать ими же дестабилизированную ситуацию. Повторится ситуация февральского 2014 года Путча, когда его организаторы думали, что сейчас спихнут Януковича, а затем продолжат жить как при нем, но без него. А наутро проснулись в другом государстве, где востребованность многих из них оказалась под вопросом, а бенефициарами переворота стали совсем другие люди. Ростислав Ищенко Украина Праздник непослушания